Девушки отдыхают 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 Я говорю по-русски, поэтому... Не говорит? Нет, нет. Ты говоришь по-русски? Вы говорите по-русски? Вы говорите по-русски? Вы говорите по-русски? Все по-русски? О, мой английский плохой, потому что в моей школе я учу узбекский язык. Извините. Он не говорит по-русски, то есть он не понимает твоих песен. Вот почему вы вместе до сих пор. Слушай, да нет, песни у меня классные, я считаю, с глубоким смыслом, и я сама их пишу, выступаю и автором, и исполнителем альбома, который у меня недавно вышел. Ты сама? Да. Я зацепил песню про воду, что-то вода. Время – это вода. На самом деле прикольно по тексту. Вот я тебе могу сказать... Давай по тексту. Давайте. Время – это вода. Да. Есть вопросы, но хорошо. Течет и то, и то. Допустим. Дальше что там? Его не догнать никому никогда. Его не догнать никому. Тоже верно. Верное утверждение. Ветер – это песок. Вот это спорно. В смысле? Песок – это песок. Его нельзя есть или выдавить сок. Или выдавить сок? Да. Хорошая логика. И его нельзя есть или выдавить сок. Подожди, Сань. Мы сейчас не поймем. Не надо петь. Давай просим. Вер, ты же идешь и у тебя песок просто везет. Ну, там есть много фраз, которые для меня обозначают отчаяние даже в каком-то роде. Это мой альбом, более негативная сторона меня и того, как я чувствую мир, который я не показывала в своих видеоблогах. Все-таки, мне кажется, мы привыкли, что сетевая индустрия – это ты такой, да, все хорошо, я улыбаюсь, зашибись. И в музыке получилось наконец-то более чувственную сторону показать и как есть на самом деле. А мне понравилась эта песня. Кстати, вот ты зря иронизируешь. Мне приятно, что вы послушали. Слушай, я послушал, потому что это моя работа. Мы сейчас еще и поругаемся. Подожди. Ты послушал? Да, я, конечно. Я услышал эти вот определения, что там, что-то там, ковер – это стена, вот это все. Ну, практически, да. Кроссовки – это тапочки. Нельзя обнять ветер, нельзя поджечь солнце, нельзя казнить маму, можно любить меня. И дело в том, что я как представитель молодого поколения считаю, что мы живем в обществе с огромным количеством ограничений и правил, и, по сути, все, что нам действительно можно – это любить друг друга. И это важно, это, пожалуй, самое важное в нашей жизни, как бы банально это ни звучало. Ничего себе! Браво! Это да. Спасибо. Во сколько ты лет стала популярной? Очень рано. Слушай, ну, начала я где-то в 13-14, прямо такая популярность, я бы сказала, пришла лет в 16. У тебя на канале 6,5 миллионов подписчиков. Все верно. Неплохо. Неплохо. Нифига себе, я бы даже сказал, понимаешь? Давай уж определим это. Смотри, воздух – это песок, 6,5 миллионов – это охуеть. Подожди, я тебя еще не убил. Если ты не знаешь об этом, что больше одного миллиарда просмотров. Господи. Да, я вот хотела похвастаться, если вы не будете против. А, Сань… Я считаю… Сань, если бы ты сидела на понтах здесь… А ты же искренне говоришь, абсолютно правда. Ну, это много, звучит много – миллиард просмотров. Да, это очень большая цифра. До сих пор как-то не осознаю, да, какое-то количество человек. И вот как-то так получилось, что я стала одной из семи женщин в мире, которые набрали больше миллиарда просмотров. Одной из семи? Или на каких-то мероприятиях, где я чувствую себя не в своей тарелке, подходит кто-то, да, моего возраста, может чуть подстарше, и говорит, типа, давай пообщаемся. Ты же, Саша, спил бы. Я говорю, о, клево, новые друзья. Русские узнают или англичане? Русские, в основном. А, ну… А, ну… Они просто поехали в Англию. Тут ты. Они такие, блин, я ведь уезжал от нее. Ну, или живут там, да. Давай про молодое поколение. Как ты относишься к молодым блогерам? Может быть, тебе кто-то особенно нравится? За кем ты следишь? Может быть, кому-то ты посоветуешь закончить? Застрелиться. Или… Нет, точно, застрелиться ни в коем случае. Более того, когда к тебе приходит популярность в юном возрасте, это очень-очень тяжело. Конечно. И особенно сейчас поколение ТикТок, я думаю, находится под огромным давлением, прессингом. И я реально от всего сердца посоветовала бы всем ходить на терапию. Реально. Это единственное, что спасает… На таблеточки сесть. Нет, не на таблеточки. Скорее все свои переживания проговаривать, поскольку есть очень много аспектов травматичных, да, в популярности, когда она приходит к тебе в юном возрасте. Кибербуллинг, слив фотографий, постоянный хейт, да. И, ну, я по себе знаю, как тяжело даже приходить в юном возрасте было на интервью, и понимать, что, блин, а что от меня хотят? А как я выгляжу? А что мне сказать? А вдруг я не нравлюсь? И это, безусловно, очень влияет на то, какой личностью ты становишься, когда взрослеешь. Поэтому прям вот психолог, терапия от всего сердца. Сама этим увлекаюсь. И если бы у меня этого не было, возможно… Я даже не знаю, где бы я сейчас была. Я бы точно не сидела в этой студии. Я не могу предположить вообще, что бы случилось. Угу. А почему ногти у тебя розовые? Что? А… Потому что она девочка. Потому что она девочка нужна. Ну, захотелось… Что у тебя еще розовое? Ну… Господи боже… Что? Я думаю, мы не будем здесь об этом говорить. Угу. Что розовое у всех. Давайте поедем дальше. А я задумался… А я задумался над твоими словами, ведь это действительно… У меня подрастает двое замечательных ребятишек, которые частенько смотрят тикток и смотрят шоу «Ночной контакт», чего папа им запрещает постоянно. Почему? Ну… Почему я запрещаю? Да. Ну, потому что здесь есть Пушкин, который говорит мне все приятные вещи в адрес наших гостей. В адрес папы. Да. При этом мой сын является в адрес папы. Мой сын является… Они очень похожи. Да. Он тоже не любит папу. СМЕХ Я задумался над твоими словами. Да. И сделал сейчас определенные выводы. Угу. Так. Двигаемся дальше. Это сейчас долго. Потому что если я сейчас начну включать свою сорокалетнюю нудятину, наше шоу превратится просто в посиделки Ярушина и Спилберг, что мы будем с тобой сидеть… Слушай, это всегда можно сказать в простом формате. И мне кажется, далеко не все задумываются, кстати, о том, что я сказала в молодом возрасте. У многих, мне кажется, в принципе, в России восприятие типа психология, терапия, чему это может меня научить. А во многих ситуациях это реально спасает. Короче, тиктокерам надо лечиться сразу за заведомо. Ребята, лечитесь. Все, сразу. Абсолютно. Вот прям… Ну, опять же, каждый имеет право заниматься тем, чем он хочет, поэтому… А скажи… Какая целеустремленность-то человека в тиктоке? Ты мне объясни. Где цель-то? Тикток до… Абсолютное числавие. Хайп до… Еще раз. Числавие. Числавие? Конечно. Это является целеустремленностью. То есть человек развивается в этой жизни. Ты имеешь в виду мотив? Конечно. Конечно. Слушай, ну опять же по себе. То есть я в 14 лет хотела привлечь к себе внимание. Чувствовала, что как бы меня такой, какая я есть, недостаточно. Да. Мне хотелось популярности. Соответственно, я очень любила монтировать, снимать. Любила YouTube. И это превратилось в профессию, которая впоследствии опять же психологически привела меня к тому, что типа блин, а может быть это удовлетворение нужно искать где-то в другом месте. И тот же самый тикток со своими алгоритмами прекрасно работает на том, что посмотрите, какой я прикольный, красивый. Вот здесь я потанцевал под музычку. И почему это так опасно? Потому что в большинстве случаев в принципе в шоу-бизнес идут часто люди, которым недостаточно где-то внимания, да, или признания. И вот с этим нужно очень аккуратно работать. Понимать, что когда там, допустим, упадут цифры, или случается скандал, или есть сильный хейт, это не имеет никакого отношения к тебе. То есть это нужно разделять. Вот в чем фишка. Конечно, тщеславие. Все хотят быть популярными. Ну... Круто. Многие здоровые люди не хотят. Круто. Скажем так. Круто. Я так это говорю, скорее даже из своего опыта, да, потому что я это ощущала, и я не утверждаю, что далеко у всех так, но я убеждена, даже в Америке об этом тоже очень много разговоров велось, что это и есть главные мотивации в шоу-бизнесе. И многие там самые большие звезды, как вот там Бритни Спирс, да, у нее был, ну, брейкдаун, потому что ты чувствуешь себя очень одиноким. Ты вроде бы шел к тому, что я хочу, чтобы меня все любили, а потом ты понимаешь, что это бизнес, и у тебя просто вся жизнь вот так под откос идет. А ты недавно штурмовала, кстати, американский рынок. Получилось у тебя или нет? Слушай, я записала там альбом. В Америке? Да. В каком городе? В Лос-Анджелесе. Я там жила. На студии у? Стива Линзи. Слушай, это круто. То есть, представляешь, правило семи-пяти рукопожатий я сегодня, грубо говоря, с Бруно Марсом вот так вот просто. И с Джастином Бибером, Арианной Гранде, я работала еще со Скутером Брауном, это их продюсер. Во времена коронавируса это плохое правило. Да, я согласна. Лучше не надо. Вообще, что такое Габион? Давай так, твой альбом называется Габион. Да, все верно. Так, а что это за слово? Габион это железная сетка, которая сдерживает камни. Вы, наверное, видели по бокам хайвеев такие. Да, это называется Габион? Да. Я думал биодобавка. Нет. Габион, теперь я буду знать. Вдохновением, собственно, послужило то, что, мне кажется, мы все пленники клетки из ржавой сетки и пленники обстоятельств нашей жизни. Опять же, да, это прослеживается сквозь весь альбом. И я сегодня буду исполнять именно эту песню. Класс. В конце. Саша Спилберг в гостях «Ночного контакта». Давайте поаплодируем. Что, все? Ни в коем случае, я не могу тебя... Ой, так классно с вами болтать. У нас классный разговор. Я хочу поговорить про того молодого человека, который сегодня здесь. ты решилась показать его своим подписчикам. Слушай, мне так страшно было. Я прям помню, как я сидела в самолете, смотрю на него и говорю, типа, ну что, типа, давай, давай. И мы выложили пост, в котором я все это рассказала. Дело в том, что я... Говорит, ну что, давай, и человек, который не говорит по-русски, говорит, давай. И говорит, давай. И говорит, еб твою мать, он чисто сказал на русском. Нет, он, кстати, знает много русских слов. Вот сегодня мы выучили человек, красивый, хороший, плохой. Человек. Красивый, хороший, плохой. Все нормально. Все сходится. Как Россия? Парул оказался очень мультикультурным человеком. Он обожает русскую баню. Серьезно? Он просто фанат. Причем он говорит, что в Сан-Франциско, откуда он родом, если бы были бани, то давно бы подали в суд за перепад резкий в температуре. Поэтому он приезжает в Россию и ходит в баню. Он очень любит борщ, пельмени, да. Да, он завел себе много друзей здесь, хотя они плохо говорят по-английски. А правильно, это же удобно очень. Ты знаешь, а, кстати, вот есть здесь элемент того, что он действительно не может посмотреть и перевести мои видео до конца. И это очень приятно, потому что мы встречаемся как просто вот молодой человек и девушка. Ему как бы, он представляет, да, чем я живу, кем я работаю, но до конца не осмысливает, и это самый кайф. А еще как, что он не понимает, что ты говоришь, это вообще большой плюс для ваших отношений. Здесь я не соглашусь. А вы были в Сочи, правильно? Как вам отдых в Сочи? Очень понравилось, да, недавно были в Сочи. Там тоже перепад температур, причем резкие, я бы на весь город бы подал бы тоже. В бане мы там тоже были. Тоже? Там офигенная баня, да. А пору откуда сам родом? Он из Сан-Франциско. А, Сан-Франциско? Я просто представляю, как он сейчас сидит вот там сзади и такой, господи, боже, Саша. Нет, он сидит там сзади и такой, Сан-Франциско, знаю слово. АПЛОДИСко. 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 Мы продолжаем. В 2017 году… Да. Я, кажется, сейчас… Ты выступала… Да, да, да. Что? Я ждала этот вопрос. Что там за вопрос? На площади в городе Саратове. Нет. АПЛОДИСко. Я прекрасно знаю, где я выступала. Да, ты выступала в Госдуме? Все верно. Это был первый такой выход блогера в политику? Да. Как ты решилась на такой шаг? Слушай, мне хотелось представить блогерское сообщество. Круто. Так, чтобы о нем узнало больше людей. Это был отличный пиар, поэтому… Мужики, кстати, все струсили. Мне пришлось брать на себя. Реально, все струсили. Причем еще потом, как это, меня хейтили. Типа, какая я плохая. Я честно говорю, Коль, ты просто струсил. Струсили. А почему ты дальше не пошла пробивать всю эту историю? Что ты имеешь в виду? Дальше не стала пробивать политическую тему. Слушай, я человек творческий. Ну, то есть, мне нравится себя пробовать во всем, да? Даже рубриков, которые работают. Так, творческие люди сидят в Госдуме и ничего страшного. Пока, Стас, я об этом не думала. Не думала. А давай представим такую ситуацию, что вот ты стала депутатом. Ну вот, к примеру. Так, ладно, хорошо. Такого у меня еще не было. Если что, водичка твоя. Хуже точно не будет. Пофантазируем, если бы Саша была политиком сейчас на этот счет, какие бы законы она приняла. Вот прям здесь, сейчас вытаскивай вот карточку, зачитываешь закон. Подожди, а если я с ними согласна? Блогерский закон. А если я с ним... А, ну то есть, я смотрю и говорю, логично это или нет? У нас развлекательное шоу, поэтому там будет интересный очень закон. И если ты такой приемлешь для себя, то будет хорошо. Если нет, можешь его выкидывать вообще к чертям. Хорошо. Окей? Да. Тащи первую карточку. Зачитывай вслух, Саша. Хейтерские комменты можно писать только через портал Госуслуги. Хейтерские комменты можно писать только через портал Госуслуги. Слушай, ну я считаю, что все имеют право на самовыражение, но обязательно должен быть ресурс, в который можно обращаться молодым людям, когда они подвергаются кибербуллингу. То есть, на моем опыте это были очень страшные ощущения. Я понимала, что, знаешь, меня выкладывали, типа меня фотошопили на Гитлера, да, со свастикой выкладывали, что только не делали. Сливали интимные фотографии все эти, мне было реально некуда обратиться. Я понимала, что сотни тысяч людей это видят, я ничего не могу с этим сделать. Это другой закон. Ты не пропихивай свой. Вот этот, пожалуйста. Так, а куда я выбрасываю? Принимаешь закон такой? Не принимаем. Не принимаем. Нахрен. Следующий закон. Поехали. Так можно? Ладно. Блогер, показывающий свою богатую и роскошную жизнь, обязан раз в месяц отдавать свою квартиру на выходные своим подписчикам для вписки. Вписка на какую тему у нас будет? Что мы будем делать? Хаоуин пати? Алкоголь будет? Тебя там не будет в этот момент. Там же, говорят, отдавать квартиру. Давайте, может быть, это будет не вписка просто, а какое-нибудь приятное чаепитие. Господи. А, друзья, молодые мои, хорошие, потрясающие, сегодня я приглашаю вас на приятное чаепитие. Приходите. Будет вискарь. Это как? Это в Госдуме, в Госдуме. Нет, подождите. Ну, просто вписка у меня автоматически ассоциируется с алкоголем. Да, как бы, как можно поговорить, если ты пьян? А я хочу говорить. Я хочу узнавать побольше о людях. Прекрасно. Сила партия. Это может, иногда даже лучше получится поговорить, да. Ну, давайте примем. Только я настаиваю на том, чтобы поменять вписку на чипите. Приятные чаепития. Я говорю, это как в Госдуме, давайте не будем повышать пенсию, давайте приятные чаепития одно сделаем. Да нет, я не знаю, в курсе вы или нет. Тейлор Свифт, кстати, перед выпуском альбома всегда приглашает своих подписчиков, да, и своих слушателей к себе в дом. Устраивает как раз чаепитие, готовит печенье. И это очень классно. Там либо очень большой дом, либо приходят два слушателя. Нет, там человек 50. Либо печенье с марихуаной. Слушай, ну там да, там возможно, это же легально в Америке. Ну и потом вписка, просто никто не помнит. Тайная вписка. Тайная, конечно. Ну что, принимаем такой закон или нет? Ну, ну вписку, я не хочу вписку. Ну, что ты рассказывал? Ребята. Нет, у меня есть другие варианты. Все, ребят, я сплю пришел. Не хочешь вписку? Ну, может не вписку бы это будет, но тут как бы тебе решать со мной. О, Господи Богом. я себя я себя за язык схватил не хочешь вписку я себе так держись держись давай переходим тема для разговора дальше погодите давайте поменяем а из интернета удаляются абсолютно все шутки о том что саша спилберг как-то связано со стивеном спилбергом давайте поменяем это что удаляем все шутки связанные с пиской теперь уже это больше мем будет принимаем принимая незаконно принимая хорошо дальше еще есть законы давай смотри садами блогер набравший 10 миллионов подписчиков может организовать собственный регион из подписчиков стать его губернатором и выйти стать его губернатором и пойти в состав россии заманчивое предложение берешь своих шесть с половиной миллионов и все я делайте отдельное государство отдельно со своими правилами бирска и отказываемся отказываюсь от бирска и области сайну блин ты к вездаешь хотя бы район интересно молодые блогеры обязаны отчислять 20 процентов от монетизации фонд помощи ветеранам блогинга мне нравится после длительного пребывания в тик ток хаусе резидентам выдавать бесплатные путевки на море для реабилитации принимаем принимаем кто платит из фонда блогеров ветеранов берем деньги процентов о переводе да потом из этих денег их отправим на реабилитацию их выбросить в море вот тебе шоу-бизнес индустрия что прости я просто предлагаю в море выбросить не на море а где-то в центр моря ну как мне прям непривычно вот мы ведем вроде бы диалог да и такие комментарии прям жесткие зачитывай интересно блогеры не набравшие за три года миллион подписчиков должны закончить карьеру и устроиться на нормальную работу по моему классный закон ты знаешь дело в том что этот закон избавил бы нас от многого говноконтента но а что если это кто-то гениальный допустим а снимает ревью на русскую литературу надо же долго ждать пока мы сейчас вернулись с тобой принимаем 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 но мне кажется хорошая тема потому что да и осталось бы всего два блогера на все там все все ты выбрала четыре закона который я утвердил я сейчас просто перемешиваю вот эти все законы и вы случайным образом вытаскиваем с каким-то карточка с каким ты пойдешь в госдуму да и вытаскиваешь и вот глядя в камеру я не да 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 ты говоришь я саша спилберг я принимаю закон и зачитываешь закон и что я сама не могу выбрать сама выбираешь да а даже так ладно случайным образом давай я саша спилберг и мы принимаем закон о том что после длительного пребывания в тик-ток хаусе резидентом мы будем выдавать бесплатные путевки на море для реабилитации надеюсь когда-нибудь это сбудется этот закон утвердят в ночном контакте очаровательно прекрасная саша спилберг мы продолжаем хорошо прекрасно санька между прочим недавно пробовала себя ведущей в популярнейшем шоу не побоюсь этого слова дом 2 ух ты все верно господи и сотрудничество я так понимаю шоу дом 2 у тебя продолжается про то расскажи пожалуйста об этом немножечко слушай под сидела бузову нет нет это был очень интересный опыт учитывая то что шоу базируется на психологии опять же когда естественно каждый день на лобном месте разбирается проблема пар и это прикольно это прикольно когда ты понимаешь что ты можешь поделиться возможно где-то своим опытом где-то что-то подсказать да из там самоанализа что можно было применить ребятам вот ну и очень приятная команда была мне понравился проект и как все прошло сыпь не появилась никакая после этого нет все хорошо спасибо давайте прямо сейчас узнаем насколько у саши сильная интуиция и насколько быстро она может разглядеть настоящую любовь так с помощью видеозвонков вк мы вышли на связь с тремя девушками и одним парнем саша задача угадать кто из этих трех девушек является девушка и парня давай попробуем мы будем надо задавать наводящие вопросы всех ты их видишь ребята привет 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 друзья ребята мария катерина полина и рома давайте изначально определимся кто из них кто ромашки а где парень это легко понятно а мне через тебя задавать вопросы или меня тебя ребята прекрасно видео мне кажется что тут поставку что вот видите у девушки верхней у нее стена и как будто бы у рома она продолжается знаете как это можно проверить рома ты меня слышишь роме задавать вопросы нельзя я знаю что это рома скажи кто из этих девчонок твоя девчонка ты так хотел у меня вопрос кати кати вопрос тебе давай я начну первый дальше будет продолжать саша катя вопрос к тебе как вы познакомились познакомились банально на надрежной где воробьевы горы он подошел chauffан мне познакомились с бананом Полина, теперь ты отвечай, как вы познакомились? Полина, Катя и Мария. Мы познакомились в парке Горького, когда я гуляла с подружкой. Он подошел познакомиться с друзьями, познакомился со мной, а его друг познакомился с моей подругой. Так, понял. Мария, как вы познакомились с Романом? Это точно не правда. Мы познакомились, когда поступили в колледж, и, соответственно, нас познакомили общие знакомые. Сука, Рома, где ты был вообще? Я не понять не могу сейчас. Так, Саш, давай твой вопрос. Я тоже спрошу потом. Девочки, я хотела бы вам сразу всем задать вопрос. Насколько для вас важна разница в возрасте в отношениях? Отвечает первая Катя. Хоть от 5 до 20 лет, это вообще не знает никакой роли. То есть, Катя, вам сколько? Мне 19. То есть 40-летние мужчины тоже? Ничего, нормально. Возраст не главное, а 40-летний мужчина. Ну, тут я подумаю, на самом деле, да. Поля, для вас возраст имеет значение? Нет, не имеет значения. Мария? Наверное, какая-то графика. Что? Мария, Wi-Fi для вас имеет значение? Хороший Wi-Fi. Кость, твои вопросы. Ну, у меня вопрос, который сразу все растает, точка над «и». Вопрос всем девушкам. Слышали ли вы, как Рома пукает? Нет. Нет, это точно не она. Оля? Нет. Нет. Точно не она, не Мария. Еще скажите, что он не пукает. Кто-то, кто-то, кто-то. Не слышала. Не слышала? Господи. А Роман удалился тем временем. Роман, какой ты молодец. Так. Так, ну у нас еще будет вопрос, или мы готовы? Саш, если у тебя есть. То есть у меня предчувствие, что все-таки Мария является девушкой Романа, я практически убеждена в этом по интуиции, но все же, девочки, сейчас прошу ответить честно. А у кого из вас есть молодой человек? О, интересно, сейчас кто-то проколется, наверное. Нету. 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 Кто знал? Кто знал? У меня положено. У Полины тоже его нету. Можешь просто, Рома, твой парень, вопрос. То есть правильно я понимаю, что Мария, да, девушка Романа? Мне кажется, из всех, кто на экране, парень Ромы – это Стас. Давайте, нет, подождите, стоп. Мы сейчас поставим жирную точку. Роман, скажите, пожалуйста, кто из этих трех девушек ваша? Представляю, что он сейчас достает членочное дрочит. Нету меня девушки. Я вас их обманул. Подождите, но вы же, вы же не обманули всех нас, что у Романа нет девушки в принципе? Нет, здесь и наши правила… То есть есть у него есть девушка? Здесь стопудов есть у него девушка. Костя даже предположил, что там могу быть я, но ни в какие ворота у него не лезет, конечно. В ворота-то залезет, нормально, что тебе сразу же… а это а я сразу папка да тогда смотри и туда же пришел ладно ребят ну что же катя и полина спасибо девочки огромного и потрясающе красивый дай бог вам красивых женихов таких как роман все спасибо вам ребята огромное с помощью видеозвонков в к мы определились кто является девушкой романа мне кажется константин в итоге получился главным экспертом он сразу такой ты угадала друзья мои это была саша спилберг гостях ночного контакта на прям никуда сейчас не уходит потому что саша споет для нас песня габион габиона от нашего шоу тебе цветы спасибо тебе огромное я тебе желаю творческих успехов чтоб ты разрывала спасибо большое очень приятно очаровательная очень приятно было с ней пообщаться и узнать ее поближе прямо сейчас саша под песню габион а я ее целую и пойду слушать ее песню пока 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 в четверг увидимся я сбитой машиной на зебре сбитый летчик я несчастная девочка вдруг потерявшая мальчика я пианистка которая начала играть в пять а в двадцать один я лишилась всех пальчиков габион 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 это я это ты это он я лучше шагну с моста чем жить свою жизнь под мостом я хочу с тобой прямо сейчас если не будет потом ты вернешься ко мне на щите а не под щитом я во сне запишу свои песни но все они не о том габион 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 это я это ты это он бедники клетки из жабой сетки сердце моё номер миллион у моей души больше пробег чем у твоей тачки ее жевали больней чем ты свою белую жвачку Она идёт совсем голая, под градом дождём и снегом По ком звонит колокол, по тому, кто габионом не был Габион, габион, габион Это я, это ты, это он Пленники клетки из ржавой сетки Сердце моё, номер миллион Та-да-та-а-та-я-та-та Та-да-та-та-ла-та-а-та-та-а-та Субтитры подогнал DimaTorzok